Всем привет! Вот здесь, в правом верхнем углу, будет ссылочка на полный ролик по Снежному фестивалю. И такая же ссылочка будет внизу, под окном плеера. Итак... Из Фьеля. Кто пропустил, в переводе с норвежского, это Айсберг. Одна из двух цепочек для 50+, Снежного фестиваля. Цепочка 9 квестов, причем последняя из них доступна только тем, кто дорос до 55-го, и она открывает доступ к двум деликам, один для 50-го, один для 55-го. Во-первых, когда начнете выполнять цепочку, поставьте сразу два порта. Один возле стражника Вайса в правой части Алохи, один на входе в Сфьель. Во-вторых, вам не помешало бы найти напарника, кого-то постарше, или хотя бы такого же 50-го. Вместе вам будет намного легче делать квесты. В-третьих, квесты цепочки можно будет условно разделить на группы. Три квеста на убийство мобов, и три квеста на сбор зеркальных амулетов. Конечно, будут те, кто захочет вам помочь, но будут и те, кто будет отжимать мобов. Но есть пара моментов, которые вам помогут, даже если вы делаете все в одиночку. Квесты, которые на убийство, вам нужно просто поучаствовать в убийстве. Хотя бы один разок пульнуть в моба. Три квеста на амулеты, там сложнее. Надо, чтобы моб записался именно на вас. Так что вам нужен или напарник, или отсутствие конкурентов. Зеркальные амулеты также находятся в голыбах льда. Можно наколопать их оттуда. Начинается цепочка в центре столицы угла Шатая. Он посылает вас в Волоху к Сэму Вайсу, береговому страшнику. Вот тут он стоит, если вы еще не знаете. Ставите возле него точку телепортации, пригодится. И он просит вас ходить посмотреть, что там творится на другой оконечности Алохи. Он просит вас пообщаться с Морозником. Но на самом деле это, конечно же, значит, что вам нужно грохнуть одного разведчика. И этого еще мало. Вам надо взять с него зеркальный амулет. Убиваете разведчика. Берете амулет. И приходите к Сэму Вайсу. Приносите амулет, и он вас посылает в Центральную архимическую лабораторию в столицу. Кабель Митчеллу. Митчелл принимает квест и дает вам другой. Отправиться во дворец и поговорить с капитаном Тревиллем. Тревиль же после разговора с вами отсылает вас письмо обратно к стражнику Вайсу. Приходите в Алоху, Вайс берет письмо и отсылает вас опять ко входу на Исфель. С заданием убить 5 разведчиков. И вот это один из квестов именно на убийство. Вам надо хотя бы не растыкнуть, и не важно, что убьет их кто-то другой. Если никто не отжимает мобов, то вот он шанс набрать амулетов. Не останавливайтесь на 10, потому что разведчики в принципе самые хлипкие из всех Морозников. Встаньте возле лодки, то бишь у входа на Исфель. И по одному подтягивайте туда мобов и мочите их. И через время попадете опять к Вайсу. Отчитаетесь, и он вам дает новое задание. Для этого уже надо отправляться на самый Исфель. И теперь вам нужно будет убить 5 Морозников Магов, 7 Морозников Садников и 10 Морозников Мечников. Ну и одновременно с этим квестом он вам выдает квест на колючие трофеи. 15 амулетов. Если будете смотреть ролик дальше, там будет карта расположения разных мобов на Исфелье. Полминутки зарисовки боя. Полминутки зарисовки фарма. Заканчивайте оба квеста. Убивайте нужное количество мобов. Собирайте 15 амулетов и к Сайму Вайсу. Сдаете квест колючие трофеи. И для 50 плюс открывается делик. Еще колючие трофеи. К сожалению, в отличие от квеста цепочки, за него не дают ни награда золотом, ни какого-либо опыта. Единственное, чему он служит, получению достижения ивента. Сдаете второй квест экспедиции на Исфелье. И на этом цепочка для 50-54 закончена. А для тех, кто достиг 55-го, открывается последний, самый жирный в цепочке квест. Обезглавить экспедицию. Вам нужно отправиться в составе пати на Исфелье и убить Конанга Венцваля. И вам упадет его голова, которую нужно будет отнести Тревилю. Но, как правило, пропуск в пати. Это зимняя шкатулка для вызова босса. И, чтобы ее получить, вам нужно пройти цепочку зеркала зимы и дает ее Глашатай в центре столицы. Про бой с Конангом. Некоторые нюансы сбора пати и всего остального чуть дальше в ролике. Допустим, вы прошли зеркало зимы, получили зимнюю шкатулку, убили Конанга Венцваля в составе пати, получили его голову, сдаете в голову Тревилю. И после этого у вас открывается дейлик для 55+. Конанг Венцвал. К сожалению, он такой же бестолковый в плане наград и опыта, как и дейлик. И еще колючие трофеи. И также служит только для получения достижения ивента. Ну, а это, собственно говоря, карта Исфиеля. Вверху выход Волоху, внизу вход на вершину Исфиеля в логово босса, снежинками отмечены места респа глыб и льда, кошачьими головами я отметил места респа разведчиков, то есть часть Волохи, часть на Исфиеле. Вот такими ладонями отмечены места респа магов, головами кроковы отмечены места респа всадников, ну и мечами, соответственно, морозников-мечников. За сим разрешите откланяться. Спасибо за просмотры, дружелюбные комментарии и лайки. Ну и удача всем в игре и в реале. Субтитры подогнал «Симон»